всем добрый день меня зовут андрей чтобы вам было удобно слушать садитесь чтобы было видно я займу примерно час вашего времени у меня будет лекция о кайте я расскажу здрасте что это просто где заниматься отвечу на ваши вопросы после лекции если у вас они есть вот и для кого это лекция для тех кто не знает что такое кайтбординг кайтсерфинг для тех кто хочет начать для тех может кто уже занимается но что-то пошло не так вот кто боится потому что с вида это такой очень экстремальный вид спорта мы на него смотрим и не знаем как подойти и для тех кто хочет прогрессировать но основной акцент это будет на новичков давайте все таки посмотрим что такое кайтинг это парусы вид спорта Друзья, без ветра невозможно заниматься кайтом. Вот никак. Тут у меня лежит оборудование, и если не будет ветра, оно бесполезно. Суть кайтинга в том, что это парус, мы сможем создавать тягу, и мы скользим по какой-то поверхности. Либо снег, либо вода. Это может быть лыжи, сноуборд. Это может быть такая доска серфовая. Может, видели, ребята брали волны. Это может быть такая доска. Катается девочка. Это может быть доска с креплениями. И движение происходит с помощью тяги. То есть мы с помощью паруса можем создавать тягу, и он нас тащит. Вы задали вопрос, как набирать скорость и остановиться. Вы на машине можете остановиться? То же самое на кайте. Это максимально управляемая штука. Нет такого, что вам дали кайт, и вас унесло куда-то. Потому что люди, многие думают, что ребята собрались, прицепили парус, и все, человека унесло. Покатался? Круто. Не покатался? Ну и ладно. Сразу всем посмотрят этот фильм. Chapter One. Он минут 40 длится, но он офигенный. На большом экране с друзьями. Главная стихия — это ветер. Если у вас не будет ветра, не будет кайта. Расскажу о себе. Андрей, инструктор, и расскажу о своем опыте. Я сделал дофига ошибок в обучении. Мое обучение шло очень долго. Первое, что я сделал, учился сам. Второе, я купил оборудование. Потом я купил неправильное оборудование. Учился без защиты. Меня спасали спасатели. Я прошел очень долгий путь. И сегодня расскажу, что делать не нужно. Потом я жил в Азии, делал всякие лагеря, сдал на инструктора и работаю инструктором по кайтингу, обучая детей и взрослых. Стили катания на кайте. Все думают, что… Ну, не знаю, не все думают, кайт — это такая вещь, что скучно не будет на самом деле. Разновидностей, стилей, возможностей дофига. Вы можете просто кататься туда-сюда. Вы можете… Вот как мужчина, видите? Вы можете брать волны, как катается девушка. Вы можете прыгать. Вы можете прыгать как фристайлист. На кайте можно превращаться в вейкбордист. Все знают, что такое вейкбординг? Да, вы можете сниматься. С рука, потом более подробно расскажу. Вы можете кататься на сноуборде. Извиняюсь, друзья-лыжники, можете кататься на лыжах. Вы можете кататься на подводном крыле. Вы можете кататься по песку. Вы можете кататься на чем угодно. То бишь остановиться в прогрессе, ну, просто очень сложно. Вы всегда можете что-то придумать и переходить из одного стиля в другой. Ну, там бесконечные вещи. Хотите прыгать? Прыгайте. Можете кататься зимой, можете кататься летом. И смотрите, фишка, что это все оборудование, что нужно кататься. Парус, вещь, с помощью которой мы управляем парусом. Доска, гидрокостюм, либо шорты с лайкрой. И чего не хватает еще? А? Доска. Доска, защита. Что еще не хватает? Парус. Насос. Да. Сегодня лекция не будет много терминологии, потому что она бессмысленна. Какие формы кайтов, какие формы досок. Есть два типа кайтов, которым надуваем, которые нет. Все. Все просто. На них можно кататься. У меня будет лекция сегодня о надувных кайтах, потому что они уверсальные. Можем кататься и на воде, и на снегу. Типы кайтов, вся эта лишняя информация, потому что главное человеку, что попробовать этот вид спорта, начать заниматься и без травм безопасно развиться до самостоятельного райдера. Уходить в терминологию бессмысленно. Окей. И сейчас тренд. Вот такая штука. Как думаете, как называется это? Вингфойл. Кайт пришел к нам из виндсерфинга и серфинга. Все понимают, что такое серфинг? Что такое серфинг? Вау, вау. Так, просто брать волны. Да. А виндсерфинг? Тоже парусный вид спорта. Да. То бишь, если кайт у нас летает сверху на стропах, потом будет строение, то на виндсерфе парус у нас стоит на доске. Окей. Мифы. Все думают, что даже посмотрев это видео, что кайтинг где-то там далеко. Что нужно брать билет на Мальдивы. На Гавайи, что нужно куда-то ехать. На самом деле нет. Рядом с нами находится Трагино, там можно заниматься кайтингом. Это Москва? Да. Когда там можно заниматься кайтингом, как вы думаете? Уже. И летом зимой? Подсказка. Да. Зимой. Зимой, да. Летом вот там очень рваный ветер. Там рваный ветер. Зимой там занимаются кайтингом при определенных… Смотрите, для кайта нужно определенные условия. Помимо ветра должна быть определенная площадка. Как думаете, тут будет хороший ветер? Ну вот тут прям. Вот тут. Я могу заниматься кайтом? Гипотетически я должен все снести. И чтобы было открытое поле. То бишь для кайта нужен ровный ветер, да? А в Трагино должно быть определенное направление, чтобы ветер был ровный. А так все кайтеры ездят там, где открытые поля, где у нас открытые пространства. Не нужно никуда ехать. Бывает так, что рядом с домом, либо, не знаю, сутки, либо два часа на самолете, есть места, где занимаются кайтом. Очень дорого. Как вы думаете, насколько дорогой вид спорта? Если у нас беседовал с Юлей, вот. Как вы думаете, он дорогой, либо дешевый? Либо он просто дофига денег? Если бы был ушной оборудованием, то умеренно. Умеренно. Ну, если бы ушной оборудованием, то зачем начинаешь им брать оборудование? Это тоже отличный вопрос чуть позже. Хорошо. Так можно учиться брать в аренду, наверное. Да, я тоже вам расскажу. Это не дешевый вид спорта. Не дешевый. Входная цена, парус парусов. У меня потом будет слайд. Новые от 100 тысяч, бушные в три раза дешевле. Но купив парус, либо пройти обучение, вам будет проще наличным заниматься. Нет такого, что вы постоянно будете покупать, покупать, покупать. Кайт доступен. Нужно вначале пройти определенные этапы, и потом будет вам проще. Очень опасно. Очень сложно. По поводу опасности, это стандартный экстремальный вид спорта. Как скейтборд, как сноуборд. И вот эта доля риска, все зависит от вас. Допустим, что будет опаснее? Пойти мне самому сейчас кататься. Я новичок, я еще ничего не имею. Сам я пойду заниматься, либо пойду к инструктору. Допустим, мы живем в идеальном мире. Адекватный, хороший. Вроде мне Наташа, Маша сказала, что он классный или хорошая школа. Видите, мы риском управляем. Мы можем куда идти? Самому обучаться или в школу? Окей, в школу. Я пришел на место, на пляж. И что-то такие черные тучи. Песок летит. Волны подымаются. Не знаю, собаки летают. Мне идти кататься. Молния вот так. Да, в кайте есть определенные условия, где не делай этого. То бишь, мы оцениваем риски. И это стандартный вид спорта, экстремальный. Конечно, это не шахматы. Да, если нарушать некоторые правила, естественно, вы получите травму. А если делать по безопасности, то риски уменьшаются. Но я не говорю, что их нет. Это экстремальный. Помните об этом. Думаю, Андрей скажет, что очень сложно. Как вы думаете, насколько сложен этот вид спорта? Я думаю, что он сложнее, чем серфинг и чем вид серфинг, потому что два параллельных оборудования нужно. То есть надо сначала стоять на доске, потом уже совмещать. По поводу ми-серфа, ты тоже стоишь на доске и управляешь по-русски. Он не очень сложный. Это стандартный, сложный коррупционный вид спорта. Да, тут есть стихия, нужно управлять парусом и нужно управлять доской. Но если мы вот это все сложно разобьем на этапы и будем идти поэтапно, последовательно, самое тупое, что можно сделать, это, допустим, я крутой сноубордист, я скейтер, бла-бла-бла. Я возьму сразу, накачаю кайт, одену доску с ботинками, ну, чтобы наверняка, и попытаюсь покататься. То бишь я нарушил много правилов. Если, потому что сложное коррупционное действие, мы должны в голове совместить кучу вещей. Представьте, вы едете, представьте волна. Мы бы в Вьетнам приехали. Волны, еще скорее всего сильно дуют, мы берем маленький парус, еще вокруг дофига кайтеров. Понимаете, что такое трафик? Представьте, столько же кайтеров, сколько на МКАДе машин. Представляете, как ваш мозг работает. И сразу сложно входить в это. Поэтапно, потихонечку, можно спокойно и… Вот. Я учился долго, потому что я думал, у меня не было финансов, у меня не было средств. Я купил парус и учился по YouTube. Вот. И это был долгий процесс. Я потом все-таки взял инструктора, и он мне исправил ошибки. Вот. Это не парашют. Многие думают, что этот парус – парашют. Нет. Это парусный битспорта, и крыло имеет форму… Вернее, купол имеет форму крыла. Как самолет. Вот. Меня унесет или я улечу? Кто так думает? Я тоже так раньше думал. Шучу. Да, в космос. Сразу, к звездам, в Марс. Да. Вы только вот взяли его и сразу… Как… Блин, есть ролик у Симпсонов, кстати. Там Гомер летает. Жалко, я не скачал его. Нет. Представьте, это как с машиной. Да. Вы можете в нее сесть, вы можете поехать, вы можете остановиться, вы можете повернуть. Как на велосипеде. Принцип управления похож чуть-чуть, как на велосипеде. У нас есть… Это планка управления. Это стропы. Парус летает 30 метров. Куда кайт полетел? Да. Направо. Да. И еще есть степень свободы. Планка ходит. Кайт управляем. Представьте, знаете, почему я занялся кайтом? Тоже предыстория. Я раньше, я скажу, работал на флоте, и у меня была парусная секция при моем институте. И мне всегда хотелось самому заниматься, быть таким единым целым с парусом. И когда я первый раз поднял парус, это такое ощущение, что вы поднимаете реального змея, и вы просто офигеваете. Над вами вот такая штука, и вы можете ей управлять. Для вас это что-то необычное, что вы управляете ветром. И на самом деле вы можете поставить любую точку, и он стоит. Вы можете с ним ходить, вы можете разговаривать с мамой, вы можете сделать так, что он вас подтянет, а можете сделать так, что он вас не тянет. То бишь полностью управляемая штука. Это миф. Серьезно. А? Это миф. Это миф. Вы никуда не улетите. А, естественно, если вы совершаете ошибки, да, зачем мне этот инструктор? Нафига. Вы сами учитесь, либо бывает направление ветра, да, если вот это берег, давайте вот так, и допустим, тут берег, тут море, и тут, не знаю, черное море, тут Турция, и ветер сюда. 10 метров в секунду. Есть большой риск, что вас унесет. Вам пофигу на безопасность. Вы решили покататься, вы плохо катаетесь, да, вас унесет. Если вы занимаетесь инструктором, либо соблюдаете определенные вещи, вы уменьшаете эти риски. Это миф. Окей. Это кайт полностью безопасен, если выполняет все меры. Это экстраправильный вид спорта, и всегда может случиться. Как себя обезопасить в этом? Это вопрос. Как быть готовым? Что может случиться в кайте? Давайте пропрогнозируем. Столкновение. Упал. Ну, окей. Хорошо. Где будет больно падать? На воде или на снегу? Смотри, какой снег. Пухлый снег, либо лед. Смотри, какая скорость. Да, там не всегда снег. Столкновение. Что еще может? Ветер кончился. Может такое быть? Естественно. Это техничный вид спорта, и очень много... Ну, вернее, этот спорт зависит от оборудования. Да? Стропа может порваться. Может? Может. Крепление может открыться. И о том, что... Чтобы это не происходило, нужно за оборудованием следить и проходить некоторые ритуалы. И с вами может что-то произойти. А чтобы уменьшить риски, нужно быть к этому готовым. В кайте, даже если у вас упал парус, кончился ветер, есть навыки самоспасения. Как добраться до паруса? Все это свинтить, сложить, помахать спасателям, либо дружбану, который, естественно, за тобой следит. Он приехал и все это собрал. Всему это он учит. Нет такого, что у вас все упало, и вы вот так плаваете, ловите рыбу. Угу. Окей. Кать школа и лучшие инструктора поставят меня за 5 часов. Это тоже миф, ребят. Что вы придете, и пройдет мне там 5 часов, вы заплатите денег, и вас научат. Нет, учит дольше. Зависит также от ваших навыков. Допустим, если она занималась на винсерфе, ей будет проще, потому что она понимает ди-ветер. Если, допустим, у тебя хорошо с балансом, ты катаешься на скейте, ты хорошо, хорошая тебе реакция. Если ты офисный человек, он вообще ничем не занимается, будет им легко? Нет. Почему? Да, этому нужно учиться. Друзья научат, и я сэкономлю деньги. Друзья могут научить? Почему? Друзья же! С кем вы катаетесь, шире геши в Красной Поляне? Почему они вас не могут научить? Они же ваши братьюни. Когда дует, друг катается. Ему не до этого. Он будет вас обучать, не знаю, когда он что-то сломает, либо такое. Второй момент я написал. Это ваши родственники, парни, девушки, мужья. Тоже такое. Если вы хотите обучить свою девушку, отдайте конструктору. А сами катайтесь. Работает. В средней полосе не дует. Мы, если что, мы находим в средней полосе. Дует где-то на югах. Юга у нас в России. Это что? Кто ответит? Давайте. Юга. Крым. Краснодарский край. Юг. Всякие Анапы, Ейские. Где-то там дует ветер. На самом деле, ветер такая штука, что у нас в России нет такого, что вы приедете и 24 на 7 будет ветер. Все. Постоянно. Эта штука такая. Бывает дует, бывает не дует. Есть прогнозы. И сейчас, доставая телефон, есть приложение. Да? Погода. Винди, Венгуры, Метеоблю. Кому нужно, могу рассказать. Вы можете посмотреть прогноз погоды. Для кайта нужен ветер от 6 метров в секунду. Все понимают, сколько это? Окей. Ну, не понимаете. Хорошо. И бывает так, что вы приезжаете, и прогноз может сместиться, ослабнет, быть более сильным. То бишь, мой совет, когда вы планируете куда-то поехать, посмотреть прогноз. Убедиться, что он там едет. Если вы едете в какой-то регион, изучить регион, допустим, я хочу покататься на Западном Крыму. Я пишу в Катстанцию. Ребят, когда у вас самый ветровой месяц? Ну, допустим, сентябрь. Так, отпуск на сентябрь. И, а если вы не привязаны к отпуску, вы можете просто мониторить. Ага, дует. Что нужно? Едем, потому что без ветра нет. Вы приехали, и не дует. Представьте, мы с вами сейчас косались на косе. Все понимают, что такое коса? Ну, такая песчаная, песчаная такая тонкая штука. Да, ее намело. Вот. И ничего там нет. Ни бара, ни клуба, ничего исторического. Что мы будем делать с вами? У нас неделя на этой косе. Мы приехали учиться к этому. Чего? Вот. Когда вы планируете какую-то поездку, если вы понимаете, что не дует, найдите себе какую-то движуху. Допустим, на сапах походить, какие-то экскурсии. Мы были сейчас в Дагестане. Дует мы катаемся, не дует мы ездим по горам. То бишь, изучайте регион и делайте себе, если нет ветра, чем заниматься. Второй момент, миф. Я спортсмен, на кайте встану и пойду сразу. Как вы думаете, получится? Почему? Да. Я тоже что-то проходил, типа я катаюсь на сноуборде, что там кайт, все легко, я молодой, нету навыков. И в кайте нельзя так, знаете, вы стоите с кайтом, тут кто-то занимается, посмотрели, ага, и сделать. Почти каждый из вас встанет на лонгборд и поедет. Ну, максимум пойдет, но ему будет интуитивно, да, доска, толкаться, это не сложно. На кайте самостоятельно обучаться сложно. Если вы какой-то спортсмен, уменьшайте свои амбиции, идите спокойно к инструктору и вы сэкономите. Если есть прогноз, ветер дует всегда. Ну, я уже говорил, прогноз бывает такой, он смещается. Тут не будет прогнозить целиком, но помните, ветер не всегда постоянен. Сложно ли научиться? О, черт, я написал, да. Это шутка. Да, я замолил на лекцию. Сложно учиться? На самом деле нет. Нужны хорошие условия. Давайте с вами прогнозировать, какие условия нам нужны. Мы, у нас, допустим, куча времени, у нас есть финансы. Вот, какие мне нужны условия, чтобы кататься? Можно там высказывать, что для этого нужно? Погнали. Инструктор. У инструктора оборудования. Есть. Что еще? Вот вы стоите с инструктором. Вот так. Ветер. Дальше. Задул ветер. Глубокая вода, там шторм, акулы. До этого там шашлыки жарили весь пляж в чем? В бутылках, не знаю. Да, у вас должно быть место с хорошим ветром, ветер от шести метров до пятнадцати, нет такого, что это какой-то что-то мураган. У вас должен быть адекватный инструктор. Идеальное условие, идеальное. Это когда воды вот столько, вам не нужен этот гидрокостюм, вы стоите в купальнике, вам тепло, дно тоже хорошее, у вас оборудование, инструктор, вы в очках, шлем, жилет, у вас хорошее оборудование, и вы занимаетесь. И рядом у вас берег, где ваш отель, помыться и поесть. Это идеальное условие. Сколько нужно времени? Я много обучал, есть люди, которые быстро учатся, есть, которые долго, но примерно за 10 часов ветра, это когда вы индивидуально стоите с инструктором, вы уже хорошо управляете кайтом, вы уже можете с ним передвигаться, плавать что-то, и вы уже будете пытаться встать на доску. Кто-то уже может проедеть свои. Как вы думаете, как называется? Поехать в одну сторону либо в другую? Правый голос. Вы уже начнете делать. Кто-то быстрее, у кого есть лучшая координация, понимание, вот этого ветра, что как, кто-то медленнее. Но я не знаю ни одного человека, у кого не получилось. Я не знаю, что нужно делать, это либо плохие условия, 100%. Плюс накат. Что это такое? Кто катается? Вот вы на чем катаетесь? Сноуборд. Сноуборд. Что такое накат? Как вы думаете? Эффективных. Это правильно. Если вы просто катаетесь на сноуборде задний-передний кант либо машете ногой, не знаю. Да. За 9 часов вам дают базовые знания, базовые, которые… Фишка какая-то, что вы как научились кататься на велосипеде, вы не будете кататься. Забыть. Фристайл может быть. Кататься на кайте, если вы научились, если вы это зафиксировали. Все. Это вот… Юля, сколько ты катаешься? Вот он. Накат. Фишка в чем, что вы прошли курс и потом вы накатываете под присмотром. Нет такого, что все, вы что-то научились и все, уехали, не знаю, в тихий океан. В идеале это возвращаться в точку, откуда вы начали. Допустим, это пляж. Вода. Дует ветер под углом. Вы все накачали, все приготовили. Ассистент поднял вам кайт. Вы такие, покатались, вернулись. Ассистент опустил, вы все сложили, ушли. Это в идеале. На кайте вы можете передвигаться где угодно, потому что это парусный вид спорта. Вы можете в разные стороны двигаться и вы можете идти против ветра и сюда вернуться. Знали об этом? Это нет такого, что билет в один конец. Да. Представьте, это маленькая яхта, которая везде передвигается. Почему яхта может везде передвигаться, а кайтера нет? Это какое-то ущемление. На кайте можно реально, допустим, представьте, это берег Каспийского моря, Махачкала. Там какая у нас страна внизу? География. Баку. Что там? Отлично. И вы можете вниз по ветру, если ветер дует, кататься. Кататься куда угодно, потом ваши братья не подъезжают, вы садитесь в машину. Можно идти против ветра. Передвигаться можно почти где угодно, если есть ветер. И накат, это что значит? Вам дали базу, вы начали ездить, вы должны научиться ходить против ветра и желательно под присмотром инструктора. Это не значит, что инструкция стоит с вами. Инструктор может повесить вам на шлем рацию. Это будет такая штука большая. И по рации говорить правее, левее. И потом вы можете просто уже убрать рацию, покататься и обратную связь слушать. Окей. И каждый этот процесс проходит по-разному. Мой совет, дует ветер, есть возможность идти кататься. в Москве, в Подмосковье, в Питере, Анапа, Ейск. Максимально заниматься этим видом спорта и тогда будет прогресс. Если вы раз в год приехали, подержали кайт, потом опять уехали, вы так можете всю жизнь ездить. Лучше приехать на неделю-две, плотно погрузиться, моторику, навыки, все это сделать и потом у вас будет прогресс. Окей. Все начать. Я такой, я Вася, я хочу кататься. Первое, что я сделал, там, пришел на лекцию, загуглил все. Мне нужно идти кайт-школе инструктора. Потом приехать на место, где подходящие условия. Потом будет фотография и заранее поставить прогноз, чтобы не ошибиться и подготовиться к занятию. Как можно подготовить к занятию? Денег заработать. Да. Подготовиться к занятию, может быть, вы едете, где очень жарко и вам нужны только очки, шапочку, там костюм новый, не знаю, шорты новые, там, не знаю, взять с собой средства от солнца. Вот. Либо мы находимся сейчас в май, море не очень теплое, гидрокостюм. Вот висит гидрокостюм. Хорошие школы выдают все, но если вы занимаетесь, допустим, вейком, либо серфингом, либо вы хотите свой гидрокостюм, вы можете купить. Это не априн, там много есть всяких его костюмов. Он должен быть под кайтбординг. Можно купить дорогой, можно на дешевой, и вам будет комфортно. Тоже подготовиться. Дальше подготовиться к занятию, это, ну, почитать. Допустим, вы едете в какой-то, там, может быть, в Испанию, либо в Египет, узнать об этом месте. Может быть, там ежи в воде. Вы же не знаете. Под водой может быть что угодно, и всегда, когда вы приезжаете на локацию, узнаете. Так, ветер дует оттуда, а после обеда, может быть, он усиливается. Течение. Опасность? Опасность. Может быть, тут катера ходят, может быть, тут отдельные зоны, тут серферы, тут винсерферы, тут кайтеры, тут, не знаю, мамы, родители. Узнаете о локации, вам будет проще. Как узнать, написать местным. Локалы. С чего начать? Выбор кайт-школы. Школ дофига. По всей планете. Кайтингом занимаются куча людей, проводят соревнования, ивенты, снимаются фильмы. Эта движуха развивается очень сильно. И выбор кайт-школы. Есть сертификаты, инструкторы проходят, сертификацию, школа проходит. Берете инструктор либо школу с опытом. Узнаете цену и время. Может быть, там какая-то заоблачная цена. Цена примерно везде одинаковая в России. И надо понимать, что в эту цену входит. Допустим, вам будет 10 часов читать теорию, либо по шагу вам все распишут, выдадут оборудование, и будет понятно, чему вы научитесь. Очень важно, что вы будете делать на практике. Потому что эта штука, вы можете сейчас прослушать лекцию, послушать какие-то онлайн-уроки, почитать книгу. Будет результат? А что? Ну, да, вы знаете, как летает кайт, строение ординар, Вьетнамика, вот там вы, Вьетнаме, волн, а толку вы и не сдвинулись. Второй момент. Вот вы купите кайт, что-то изменилось? Вот вы купите кайт. Вы стали кайтером? Нет, вы стали обладателем этого пакета. Вот, как бы вы не сдвинулись, ничего. Вот. Клево, когда в школе все входит. Прокат, все оборудование. Это еще фишка, вы можете попробовать. Да? Так, попробовал этот парус, попробовал такой жилет, такую трапецию. И с собой ничего брать не нужно. Ну, из-за именно оборудования. Естественно, там полотенце, шорты брать. А сколько будет человек заниматься довременно на одном комплекте оборудования? Это важный момент. Представьте, мы сейчас всей толпой будем заниматься на одном парусе. Будет эффективно? Это будет как шоу, мастер-класс. Я помашу, вы возьмете меня за трапецию, если мы поплаваем весело, либо я там покатаюсь, о, прикольно. Эффективность будет очень маленькая. И очень клево, когда это индивидуальное занятие, либо там двойка. Это, ну, большие группы нет. Это будет очередь, кто последний, вы ждете, ветер дует, вам холодно. Такое. Безопасность в школе. Да. Клево, когда школа парится, у них есть, хотя бы, аптечка, есть спасалка. Спасалка — это гидроцикл либо катер. Чего-чего? Спасалка, то бишь, что-то происходит, вас спасут, доставят, и люди парятся над этим. Это должно быть. И методика подхода. Везде есть методика. Люди обучают примерно по одной программе, и вы даже можете из одной школы перейти в другую и сказать, на каком этапе вы остановились. Мы такие, ага, вас проверят, спросят и пойдут дальше. Нет такого, что все школы на разных методиках. Это как сноуборд и лыжи. У нас методика в стране почти у всех одинаковая. Плюсы обучения с инструктором. Вкратце. Катик, неинтуитивный вид спорта. Аналогия с лонгбордом или с велосипедом. Очень сложно понять, что, как, куда. Трудно понять со стороны и по видео. Когда вы не в теме, для вас это будет вот, первые, вот люди как стоят вот так вообще. Это первое занятие у них. Ну, естественно, беру, показали, как что собирать. Инструктор все поднял, пошли в воду, вы зацепились за инструктора. Ну, видите, есть трапеция, тут есть ручка. Все, вы доплыли, стоите и все. Он перецепляет, кайт стоит, управляет. Вы такие, и вот так. Ну, конечно, в очках, в шлеме, а если ваш шлем большой, он так висит, и вы стоите. Вот. И он все. Если вы резко, инструктор что-то собирает вас, это будет первый ваш этап обучения. То бишь, где он находится. И очень сложно это научиться по видео. Вы должны понять. Ага, сюда, сюда, сюда. Вы так поймете. Из простых действий будет складываться сложка рационных действий. Не повредить себя и других. Пример. Какой пляж в Москве самый интересный? Серебряный бор. Я лютый кайтер, я ждал шторм. Мне МЧС прислал сообщение. Андрюха, 15-20 метров. Пора. Я выезжаю. Я беру маленький парус. Допустим, почему-то там оказались люди. Я разматываю, если что, длина строп от 20 до 30 метров. Я разматываю на пляже, где бегают дети, играют в волейбол. Я как-то поднимаю неправильно и начинается. Я всех собираю, все это летает. Вот. Первое. Подумайте о безопасности других. Что вы можете повредить ребенка, других людей, когда обучаетесь сами. Нас же как. На пляж приходят, кайт ставят, запускают его русским стартом. Это когда кайт максимально тянет. Вот. И начинается веселье. В Европе отдельные зоны, чтобы никого не повредить. С инструктором быстро получится знание, он страхует студента. Нет такого… Если вы у инструктора начинаете летать, ну, смотрите, что значит летать? Вы можете создать тягу. Это как на машине резко нажать газ. Она же тернется, да? Вот. И если вы с инструктором, вас куда-то несет постоянно, задумайтесь. Инструктор должен стоять с вами рядом. Вы можете даже руку положить на планку, страховать, рассказывать вам все. То бишь безопасность будет. И это экономия денег и времени. Самое-то поль, что можно сделать, это купить кайт. Обязательно самый дорогой, самый новый. Чтобы там было написано для фристайла, прыгать максимально вверх. и пойти, как обычно, на пляж, серебряный набор, запускать его. Скорее всего, что будет с кайтом? Порвется, да. Можете потом потрогать. Кайт можно порвать, как и машину можно разбить. И сноубор можно сломать. Да, это будет экономия и времени. Я бы даже больше… Время. Я потратил много времени. Вторая прикольная тема, что вот я сижу на всяких не формах, чатах, неважно, сноуборд, кайт. И там вечная полемика. Вот этот парус крутой, этот нет. Люди пытаются обсуждать оборудование, не пробовая его. Но мой совет. В школе попробовать разные паруса, разные доски. Как ваш голеностоп будет чувствовать? Вот тут мягенько. Как трапеция подойдет к вашей пояснице? А может нет. Вы же не знаете. В магазине, когда вы будете покупать, да, можно повисеть на ней, есть специальная веревочка. Мой совет – попробовать паруса. Паруса разные, они по-разному ведут. И вы такие, мне нравится вот этот, синенький, допустим. И еще входит страховка оборудования. Все понимают, что это такое? То есть если вы кайд бахнули, он разорвался, вы такие, все входит в стоимость. Понимаете? Это плюс обучения. Но есть люди, которые обучаются сами. Есть такие. Это окей. Из чего стоит обучение? Теория есть, естественно. Она не очень большая. Можно, если вас инструктор лечит теорией, час, дует ветер, все катаются, прыгают, веселятся, выходят из воды, дают пятюни. А вы сидите в классе, слушаете теорию. Час, два. Надо задуматься. Что-то не то. Теория, как устроен парус. Самое главное понимать, где ветер, как все это собирать. Как, если что, как вы говорили, нас потянуло, избавиться от тяги. То бишь сделать так, чтобы нас не тянул. Все кайты снабжены специальной страховкой. И вы можете моментально сбросить тягу. Все это работает. Бросить планку, отстрелить вот эту штуку. Есть определенный порядок действий. Вас этому научат, как правильно собирать, привязывать. Если что, отстрелиться, грубо говоря. И все. Идете заниматься. Потом вы пилотируете. Представьте, все видели швабру. Это швабра. Швабра концом наверх. Представили? Вот такая швабра поднимается. И она вместе с вами вот так двигается. Это ваша швабра, это стропы, а конец швабры, это кайт. Он к вам привязан на трапецию. Управляете вот такой штукой. Стропы, он летает. Вы можете с ним ходить, плавать, создавать тягу, не создавать тягу. Палять одной рукой, другой рукой, двумя руками. Вас учат вначале просто подержать. В разных. Походить. Потом поплавать. Как спасаться, если, допустим, стропа лопнула, какие-то ситуации. То бишь, вас готовят, а что будет, если? Вы столкнулись с кем-то, либо вас уносит, вас он обучит. Водный старт. Вы стоим на доску. И дальше уверенное катание против ветра, вниз по ветру. И все. И учение трюков. Вот это база. В школах, там есть курсы, проходят примерно вот эту штуку. Человек встает, получается влево, вправо, либо в одну сторону, потому что мы всегда что-то делаем на одну ногу лучше. И потом идет такой, знаете, блок, научиться уверенно кататься. Вот это накат. Потом трюки. Это все, весь план. Можно еще на упражнения разделить, но вам это не нужно. Понятно? Пока ничего сложного. Окей. А, на кайте можешь кататься любой. Любой. Ребенок, ну, естественно, там с определенным весом, и который заинтересован в кайте. Не родители его пнули, иди, а им, о, пап, что это такое, хочу попробовать. Ему интересно, и инструктор через специальные методики, детские, игровые, занимается ним. Дедушка, бабушка, девушка, кто угодно, ограничений по возрасту нет. Есть по весу, должен быть какой-то вес. Вот. Не надо быть каким-то атлетом, да, там, качком, акробатом. Специальной, именно специальной физической формы не нужно. Если вы, конечно, на диване сидите и ничего не делаете, ну, будет сложновато. Но все равно кайт заставит вас двигаться. Необходимо уметь плавать. Все понимают, почему? Я столкнулся с этой штукой. Короче, когда я понял, что кайт — это вау, когда я поехал в Вьетнам, я приехал в Вьетнам, увидел этот длинный пляж, 200 кайтов, куча кайт-школы. Такой, нифига себе. Это раз был вау. Второй раз, когда я приехал на океан, на Атлантику и увидел гигантский океан, я начал кататься по волнам, между волнами. Это было офигенно. Ну, естественно, у меня что-то пошло не так. И если вы плохо плаваете, ну, такое. Мой совет — уметь плавать. Да, у вас есть жилет, нужно уметь плавать, проходить бассейн. Зимой, только если вы там, не знаю, провалитесь под лед. И быть готовым к ветровым погодным условиям. Что это такое, как вы думаете? Что значит быть готовым? В Кировск, например. Кто был в Кировске? Ну, как там, ветрено? Окей. Что может быть у нас? Какие условия погодные? Давайте. Как вы думаете? Сильный ветер, да? Обморожение, допустим, вода холодная, очень горячо, солнечный удар. Что угодно может быть, и мы должны быть готовы к этому. То есть спасает гидроодежда, теплые вещи, либо вещи, которые защищают нас от солнца. Там шорты, лайк, убранные, кому нужно, потом покажу. Дело не в силе. Да, все думают, раньше кайтеры, все пришло из миссерфа, держали кайт на руках. Сейчас? Сейчас. Нету крюка. Вся нагрузка на тело переходит на трапецию. Такой пояс. И на такой крюк. Видите? И нет такого, что вы стоите день, там, час, двое, держите рукой. Нет. Кайт. Вы держите тело. Руками что вы делаете? Только управляете. Это может быть ребенок делает, это может быть девочка 50-килограммовая. Это устройство кайт. Парус, стропы, планка, кайтборд. Все. И это несложно на самом деле. Все, вы управляете ручками, пальчиками. И основная ошибка людей, у нас есть такая, как сказать, вещь, что мы очень скованные в движениях. Почему малым, молодым ребятам легче? Потому что они раскрепощенные, им проще. Мы скованные, и мы привыкаем всегда тянуть все на себя. Попробуйте покататься сейчас на скейте, где-то в рампе, либо на батуте. Вам будет сложно, да, вашему телу. А это сложный карационный вид спорта. И поэтому кайт вам поможет расслабиться. Вам нужно свой мозг расслабить. Постоянно держать ветер, так сюда, скорость, вода. Будет очень сложно. И если вы будете расслабляться, вам будет проще. Мой совет. Потому что бывает так. Фишка в чем, когда планку тащишь на себя, делаешь такое движение, это как будто нажимаете на газ. Кайт начинает еще более активно летать, создавать тягу. И человек максимально… И большая ошибка в обучении, что люди не бросают планку. Если планку бросить вот так, кайт, ленивое существо, он просто так упадет в воду. Как вы думаете, кайт можно с воды поднять? Конечно. Вообще легко. Все эти надувные штуки, они спокойно взлетают. Любой кайт, там, потянув за одну стропу, можно поднять. Потому что вы можете уронить его, постоять, отдохнуть, поднять, пойти дальше. Угу. Нет такого, что он одноразовый. Один раз уронили, и все. Сто тысяч, не знаю, загорели. Вон и бесконечно. Что нужно для занятия? Вот этот молодой человек, о, фига себе, сколько написано. Так много. Это прям фуль. Купальник плавки, да, лайкро, бортшорты, лайкро, это такая длинная одежда, чтобы не сгореть, бортшорты, вы все на стиле. Сёрф пончо, это все уже, можно этого обойтись. Пончо, если вы гидрокостюм сняли, одели этот холосик. Вот гидрокостюм, и гидрообувь я бы поставил прям важно. Мы не знаем, что у нас под водой. Ходить по гальке такое, ходить по ракушке такое, а если вы в первый день порежете ногу, вон гидротапки. Они бывают разные по толщине, по, какая подошва, и мой совет, приобрести. Они есть в, там, дешевые. Все, вы можете купить, а потом их продать, либо, не знаю. А, что сланцы? Это тоже, это уже, если вы матерый кайтер, да, типа, вы покатались сразу в сланцы. Солнечнозащитные очки на веревочке. Почему на веревочке? Кто мне скажет? Конечно. Представьте, вы купили окли за 10 тысяч. Естественно, вы наклеили GoPro. GoPro 360. Самую дорогую. Она самая дорогая. И вы падаете. Просто. Ну, вот так. На живот. Окли тонут, GoPro тонет. Все, что у вас может улететь, вот эта кепка, если я буду кататься, у гидрокорстюмов бывает молния сзади. Я просто привяжу. Здесь кепочка вот так. Все улетает. Видели, да, как ветер носит? Листья, песок. Поэтому все страхуйте. А головной убор, если у вас идут занятия на улице, уверен, на улице, на пляже, где вы не занимаетесь кайтом, именно, не занимаетесь пилотированием, оденьте кепочку, чтобы не было солнечного удара. Ба-ба-ба-ба-ба. Короче, все это фигня. Залог быстрого обучения. Уметь расслаблять свой мозг и заставить тело выполнять все упражнения без напряжения. Да, у вас будет разрыв башки. Когда вы будете заниматься, вы вначале офигеете, что такую штуку к вам прицепили, и она летает над вами. Вы будете робко пытаться ею управлять и делать команды инструктора. Потом вы офигеете, как можно генерировать тягу, и вроде он безобидно летает, а тут он может подтянуть. Сначала будет непонятно, а потом вы будете кайфовать. Во, он мне тащит, и в итоге будут одни только пятки сверкать, и вы будете передвигаться. Начать с теории. Да, вы должны понять, люди, некоторые вообще не понимают, откуда дует ветер. Реально. Это прямо основополагающее, потому что от направления зависит, как я буду кататься, как я разложу парус, и если нету этого важного фактора, будет провал. Идти от простого и сложного. Ты уже говорил. И не поддаваться инстинктам. У нас есть инстинкты, инстинкт страх, например, у нас тоже есть. Когда вас будет тащить, что-то происходить с вами, вам будет страшно, вы будете сжиматься, и через простые упражнения вы будете развиваться. Вот так. Это нормально. И тоже страшно. Страх — это нормально. Если мне было страшно, я бы, наверное, разбился. Поэтому потихонечку, пожалуйста, занимайтесь, и каждый из вас может спокойно научиться. Это нормальные вещи. Как готовиться и что помогает в обучении? Ну, банальная активность, что у вас должна быть какая-то физическая форма. Если вы катаетесь на сноуборде, это плюс. На сноукайте еще проще встать, чем на воде, потому что вы не погружаетесь в воду, нет таких волн, у вас есть снег. Допустим, идеальное поле пухляка, идеальный ветер там 8 метров в секунду, и вы уже имеете кататься на сноуборде, допустим, влево и вправо. Вам нужно только научиться пилотировать, понять, что как, и уже можете кататься. Вот. Сейчас что можно сделать? Пойти кататься на вейке. Все понимают, да, что такое вейк? Вон девочка стоит, есть лебедка. Лебедка, трос, вы можете кататься. Левой ногой и правой. Это будет большой плюс. Кто мне скажет, почему? Зачем? Я же на кайте научусь. Упросить всю жизнь. Ты уже катаешься на вон доске, тебе изи, тебе очень легко. Ты можешь влево и вправо. Ты можешь на пятки надавить, на носки что-то подпрыгнуть. Ага, так, а как с этой штукой? А, вот как она меня тащит. А, я умею кататься. И все, поехал. То есть в процессе обучения вы блок с доской, вы уже прошли, грубо говоря, у вас уже есть навыки. Вам осталось только сфокусироваться на парусе. Понимаешь, да? А когда ты будешь все это соединять, представь, волна, тебе эту доску нужно одеть, тебе еще кайт, еще что-то тащит. И вот так происходит. А когда ты все понимаешь, что, о, доска, слушай, я знаю, так, а где ботинки? Я вроде на вейке ботинка катаюсь. Ну вот. Это русский бренд M-Day. Навыки в любом спорте действий реакция. Это важный момент. Когда вы умеете быстро реагировать на обстоятельства, принимать решения, ваш мозг понимает, так, я могу левой рукой, правой рукой тут повернуться, тут посмотреть. Куча действий работает, и вы все это соединяете в одну картину. Это, по сути, есть кайтбординг. Вам будет проще. Опыт парусного спорта. Вот прям вот так. Берешь виндсерфера, вон того, ставишь на кайт, он уже поедет. Очень быстро. Очень быстро. По поводу выбора. Смотрите, насчет виндсерфа. Если дует слабо, он успокоен заниматься виндсерфингом. Если есть рядом школа, на кайт не дует, вы пошли на виндсерф, баланс прокачивается, парусный спорт прокачивается. Вот такие. Тоже там можно ходить галсами, если что. Там строгено, все есть, можно прийти. Смотреть видео, читать статьи, фильм, посмотрелись, зарядились, почитали про Вьетнам, про вообще, про индустрию, что как. У вас есть информация. Но это можно делать параллельно. Вы едете там, не знаю, метро, либо пересном, но полностью в это уходить без практики, бессмысленно. Мы катаемся и почитываем. Чтобы заряжаться, общаться с райдерами. Это очень райдер, кто катается, не знает. Там, допустим, человек прожил во Вьетнаме, в Африке, либо круто катается, либо, не знаю, много знает о кайте, вы можете послушать, спросить. есть у озера Плещеева, там можно кататься? Да, можно. Либо нет. Собирать информацию. Научиться влиять направление ветра. Это можно сделать без кайта. Вы такие, дует оттуда. Прикольно. А где там север, юг? Есть приложение Винди. Там показан прогноз. Вы можете уже скачать. Такие, слушай, дует на кайт. Почему я не катаюсь? И есть приложение Duotone Academy. Это приложение от фирмы Duotone. Там есть куча упражнений. Вы можете просто иногда, как сказать, ну, знаете, вы обучаетесь чему-то и такие, это я умею, это я умею. То бишь там трюки, которые можете по этапу научить. Трюк управлять кайтом, ну, блоки, грубо говоря. Это вот ваш такой список. А, это я сделал. А что дальше? Duotone Academy. Если нужно, потом могу сказать. Оу. Как выбрать место для обучения? От этого очень много зависит, потому что люди выбирают неправильные места. Где деревья, где заборы, где неровный ветер. Допустим, если будет стоять там здание, будет ветер неровный, турбулентный и будет, ну, не очень хорошо кататься. И морские, океанические, мелководные, лагун, лиман, где мелко, где можете ходить. Это идеальные условия. Еще есть глубокое море, океаны, пресные водоемы. Обучаться можно там и там, есть специфика обучения. Инструктор может стоять с вами, инструктор может плавать с вами, может быть поддержка с катера, если что. Ну, это нормально. Свободная от посторонних преград. Деревья, камни, это очень важный момент. У вас есть стропы, определенная длина, умножаете на два и такой диаметр, что вы будете уничтожать, грубо говоря, перед вами. Учитывайте это, если вы в дальнейшем либо понимаете, что ваш друг пытается где-то во дворе, либо около дома, либо около дороги поднять парус, понимаешь, что там провода, ну такое, стрёмно, такое делать не нужно. Для кайта есть идеальные условия, если это берег, ветер под углом в берег, то бишь, вы можете сюда покататься и вернуться. Это идеальные условия, но если у вас лиман, мелководье, вы можете при любом направлении кататься. Вы по этой луже ходите, вам пофигу, с какой стороны. А, и температура воды и воздуха. Переохлаждение есть. И когда вы идете кататься, вы должны посмотреть в прогнозе, тепло или холодно. Стоять вот так, заниматься, ну такое. Поэтому я использую, когда холодная вода, видите, там перчатки, шапочка, полностью гидрокостюм с капюшоном. Если теплая вода, то я не использую. Лиман, под Анапой, Бугасская коса, Россия, допустим, Кирск, допустим, я не знаю, что это, и какая-то Европа. Видите, что какая-то? Клево. И вы можете поехать, потом покажу слайд, у нас так заниматься спокойно. Видите, глубина отличается, да, по цвету воды. Это коса, то бишь песок на мелом, вы можете тоже заниматься. Вот так выглядят места катания. Место катания называется спот. Надувные кайты, парафойлы, не надувные кайты. Где и когда учиться? Сейчас я поставлю слайд. Как у вас информация впитывается? Может, какие-то вопросы есть? Я понял. В конце. Да, сейчас я поставлю слайд. Я катался от Калининграда до Каспийского моря у нас в России. Не катался за Байкалом, ну и дальше там. Вот. Я сейчас покажу слайд. Самые известные места. Естественно, есть еще места, где можно кататься. Если это зима, то любое поле приехал с ребятами, накачал кайты, покатался, вернулся. Вот. Краснодарский край. Черное. И какое море? Азовское. Да, с помощью кайта вы узнаете о наших морях, озерах. Там можно кататься хоть прямо сейчас. Анапа. На фотке была эта коса, Бугаска. Кататься. На самом деле кататься можно хоть весь сезон. Все упирается… Ну, вы готовы лезть в холодную воду? Сейчас из гидрокостюма можно кататься, если вы видели фильм… Господи. Как, Юль? Серфинг? В Сиберии. Про русский серфинг в России. Ребята катаются… А? На Камчатке, в холодной воде. Сейчас такие гидрокостюмы, что можно кататься в любой воде. Это насколько вы любите кайтсерфинг. И вы должны понимать, что когда холодно, еще дует ветер, еще холоднее. Вот. Комфортно с мая по октябрь. На цены не смотрите. Вот. Анапа. Идем дальше. Ейск. Сам город Ейск. Есть также Должанская коса, Ейская коса. Тоже можно кататься. Вокруг Анапы тоже есть лиманы. Коса длинная. Можно с разных сторон ездить. Выбивайте в гугле. Благо. Кайт. Все. Там уже вылезает. Ребята вас уже ждут. Крым. Восточный Крым. Западный Крым. Кроме межводного, куча мест, где можно кататься. И на благе, в Анапе есть хорошие условия, и в Крыму есть хорошие условия. А хорошие условия это какие? Внимательные зрители мне сейчас ответят. Ветер. Понятно. Глубоко либо мелко? Да, лиманчик. Ну, да. Смотрите, насчет мелкоты. Когда воды вот столько, ну, по щиколотку, представьте, вы на большой скорости несетесь, доска врезается, а вы летите вперед. То бишь по очень мелкой воде мы не катаемся. Ну, понимаете. Это опасно. Ой. Идем дальше. О, Владивосток. Может быть, ваши друзья, либо вы поедете туда, там тоже можно кататься. Идеальный спот. Идеальные условия для катания. Да почему? Волна. С нее прыгать можно. Вон серфовая доска, можно взять. Волны. Да. И почему лиманы, либо водоемы? Потому что там вода ровная. Вас не… Представьте, что такое в глубокой воде находиться. Вы лежите, у вас доска, ваш жилет, и волны вот так. И вы пытаетесь. Вы встали, фу, выдохнули, и вы едете не по ровной воде. Вот до такой штуки. Вот такие волны, вас подкидывает. Будет сложно. И это следующий этап. Если вы находитесь в Владивостоке и дует, и есть инструктор, что нужно делать? Учиться. Ну, что делать? Ну, что делать? Вот. А если есть вариативность, ну, пойду на благу, либо там Египет. Можно уметь. Но если вот я сейчас в Владивостоке, я хочу кайтить, я хочу научиться, мне это настолько прет, да, я пойду. Инструктор будет максимально вас подготовить к этим условиям. Может быть, выберет, когда не будет волны, может, там есть какая-то лагунка. Хороший инструктор будет париться. Так. Байкал. Тоже есть косы, тоже можно кататься. Байкал прекрасен. Кто был на Байкале? Но они скрываются. Может быть. Может быть, не было ветра. Там всегда есть энтузиасты, которые держат какие-то клубы, есть какие-то комьюнити. Бывает так, что вы можете переехать. Это тоже проблема. И нету. Кайт-стант, нет инструктора. Такие дикие места. Сейчас я был на Каспии. Мы приехали, и никого нет. Никого. Я надеюсь только на кого? На себя и на своих друзей. Потому что кайтинг вроде такой индивидуальный, красивый парус, но очень важно, чтобы за вас, за вас, за вами следили на берегу. И люди поднимают кайт с ассистентом. Он поднимает его, опускает, и за вами следят. И когда вы едете в такие места, вы должны уметь кататься. И с вами должен быть человек, который будет за вами следить. Байкал, почему нет? Тоже может, там есть ребята, и вы такие, я на Байкале. Начинаете искать людей, умеешь кататься, инструктор. Может быть, к вам приедет инструктор, либо нужно узнавать. Но очень красивое место. Махачкала, Баку. Баку, ладно. Махачкала. Только что оттуда приехал. Офигенно. Мне понравилось. Тоже есть места. Глубокая вода, неглубокая вода. Все только развивается. По сравнению с Крымом, с Благой, где там прям куча станций, куча кайтов. Там этого мало, но есть ребята, которые обучают. Вот. Тоже почему нет? Сладых вак на приехали, не будет смотреть, где Кавказ. Нормально. Вот. Не-не-не. Там туристов. Дофига. Дофига туристов. Дофига. Мы ходили по горам, и там нужно было подняться на какую-то крепость, и прям топы идут. Причем дождь прошел, все в грязи, они идут. Дофига туристов. Сейчас это прям прокачивается. Вот. Ну, это миф, там нормально. Это лично… Смотрите, это сугубо мое личное мнение, если что. На кайте там тоже они катаются. Есть, есть. Вы представляете, у вас гигантский, гигантское побережье Каспийского моря. Гигантское. Гигантское. Там столько всего. Да, может быть, не будет инфраструктуры, жильем. Может быть, если вы там, вы поедете, нужно, не будет дороги, будет бездорожье. Ну, это нормально. Нормально, это ничего страшного. Питер. Почему-то… Да, там тоже дуют. Интересно, почему. Финский залив, Кронштадт, Сестеревск, там тоже катаются, тоже есть инфраструктура. Если вы находитесь в Москве, дуют, вы познакомились с инструкцией, со школой, можете поехать, и почему бы не кататься там. И красивый город. Вот. Калининград. Здравствуйте, у нас он тоже есть. Какая там косая есть? Курска. Курска и… Там и две косы. Балтийская. Да. Косы. Прекрасные косы. Там тоже есть… Там есть и… Это море. Там есть и волны. Есть зоны, где есть плоская вода. Тоже есть школа. И везде, где есть глубокая вода, можно заниматься еще серфингом, если что. Если вы любите. Калининград. Ну, и я бы сказал, мека. Можно сказать, мека сноукайтинга. Кольский полуостров. Там можно кататься по горам, по полям. Там есть место Тилиберка. И почему нет? Москва. Тут мне помогают. Да, в Москве есть места. Это Плещеево озеро. Это какие-то участки на водохранилище, где лучше всего продувается. Там на Клязьме есть кусочки места. Дубная, если я не ошибаюсь. Там проводят занятия школы. И помните, вы же в Москве, да, были эти дни? Ветер был? В воскресенье? Да, скорее всего, там прогноз был. Можно ехать. Учитывайте пробки, договаривайтесь. Можно. Можно. Если прям дует переходный сезон с весны на лето, либо с лета на осень. Почему нет? Если прям вот вы не можете у кого поехать, можно. Места есть. Меньше, чем в других местах, но, короче, когда я начинал, любой прогноз, даже вот еле дует 6 метров, я уже бежал туда. На Блаблакаре, на попутках. Я был студентом, я купил себе кайт и максимально везде пробовал кататься. Вот даже не дует ветер, я давай, взлетай. Ну, я прям каждый момент использовал. Да, есть также зарубежье. Египет, Турция, Европа. Куча мест. Если что, есть прям там все разное. Это идеальное место, если что. Идеальное. Вот это кайтер. Это, наверное, Филиппины. Глубина воды немного. Температура воздуха 25-29. Не жарко. Вода тоже не очень жаркая. Ну, короче, не очень жарко. Ветер 12 метров и никого нет. Клево. Все. Вон там, скорее всего, внизу домик. Такие места есть на планете, такие места тоже есть в России. Вы можете кататься и никого. Со своей командой птицы летают, встречать рассветы, закаты. Короче, это максимальное уединение с природой. Да. Кайтинг вас учит уединяться с природой, следить за природой. Так, ветер, волны, течение. Ну, он прям дает такую вещь. И когда вы начнете кататься, вы офигеете. Вы управляете этим змеем, вы управляете этим парусом, этим ветром. Вы максимально мобильные. Вот этот рюкзак, можно положить кайт, куча всего. Вон чехол, вот доска. Все. Все это можно снять. У вас будет плоская доска в чехле. И вот это. Все. Кинули в машину. Да, многие скажут, что одного паруса может быть мало. Есть ветер, там дует. Сильный ветер, нужно поменьше парус. Дует слабый ветер, побольше. Но туда можно сажать два паруса. Допустим, два паруса вам хватит для начала. И все. Мобильность. Вы можете где угодно накачаться, покататься. Я вам больше скажу. Я катаюсь, он захотел, я могу парусом передать. Мы примерно одному веса, там тоже можно подать. Он может кататься. Если дует ветер, я могу кататься весь день. Покатался утром, окей, все сложил. На обед покатался, ну ладно. И покатнул на закате. Очень клево, там солнце садится, чайки летят вы. Нормально. Какой сезон выбрать, чтобы начать заниматься зимний или летний? Ответ. Пофигу. Вот это, господи, люди очень много парятся, когда начинать, что как. Ребята, сейчас есть куча оборотов. Да, может быть, для кого-то это дорого, но это доступно. Ценник подрос, потому что, ну, доллар растет, но это доступно, это можно научиться. Как сноуборду, скейту, куча людей катается, дофига. Просто в городе мы этого не видим. Ну, какой кайтинг в городе? А если мы едем на море, о, в ту же благу, либо реально там движуха происходит. А, ценник. Все хотят, сколько это стоит? Прям для многих курс. Давайте поговорим про деньги. Курс обучения 10 часов, 28 тысяч. Это средняя цена. Вы 28 тысяч отдаете и 10 часов сами занимаются. Вам могут дать сертификат, могут не дать. Такое. Индивидуальное занятие от 3 тысяч. Сколько стоит? Дизидуальное занятие на сноуборде, кто знает? Окей. Новый кайт. Новый кайт зависит от размера, от сезона, от полтинника до 150. Новый кайт. Доска. От 20 тысяч и до космоса. Трапеция. От 8 тысяч. Гидрокостюм. И минимальный комплект, то, что у человека, 150 тонн. Это минималка. Вот у тебя кайт, доска. БУ в три раза дешевле можно найти. Риск БУ оборудования. Если вы покупаете, не знаю, кайт может быть бракованный либо не очень. Если вы покупаете БУ, вы должны со знающим человеком идти и покупать. Может быть, кайт после тестов, либо кайт был у инструктора, он за ним хорошо сидел. Просто так тыкая на Авито и брать какой-то старый кайт, ну, вы просто бабки потратите вне туда. Разные варианты начать. Все думают, блин, что-то дорого стоит. Как начать? Самый лайтовый вариант, чтобы я бы начал. Я такой, поеду я в лагерь. Кэмп. Тусовка. Люди приезжают, там группой занимаются, с турами. Это может быть кэмпы там с йогой либо мультиспорт. Ну, какая движуха, когда не дует. Эти кэмпы не очень дорогие. Они от 50 тысяч, почему не очень, неправильно. Они от 50 тысяч до космоса. Может быть, вы на Мадью появитесь. В России эти кэмпы есть. Вас обучат, у вас будет аренда, безопасность, прогресс. Все зависит, это либо группа, либо индивидуально. Это дешевле. Это типа начал. Начал такой. Попробовал, прикольно, пошел дальше. Дальше можно уйти в индивидуальное занятие, да, либо маленькую группу. Потом можно, то, что вы говорили, было оборудование купить. Все четко. Вы попробовали, вы разбираетесь, у вас есть человек, которому помогает. Ему надо до 100 тысяч купить все эти вещи и кататься. И дальше купить новое. Вопросы по этим штукам? Ценники? А ценники это московские, вот на прошлом слайде были в среднем, в большинстве региона. Там, что с лечением, например, это не было? Это среднее, я почитал. Среднее, загуглил, среднее. Может скакать, акция какая-нибудь, но есть, сколько стоит инструктор, есть, сколько стоит оборудование. Все просто. И примерно, вот смотрите, 3 тысячи. Может быть, кто-то делает дискаунт 2 500, но кто-то делает за 4. Это среднее. Дешевле, если будут с вами заниматься, это либо какая-то скидка, либо ребят только начинают, либо на чем-то экономят, ну такое. Это можете прямо сейчас загуглить курс на кайте. Такие цены. По оборудованию, да, можно купить кайт за 40 тысяч, маленького размера, большой, там стоит 100, просто с чем-то. Такие цены. Но кайт служит долго. Вот я могу использовать год, два, три, четыре, потом продать его. Все как с машиной продается, это нормально. Доска, у меня есть доска, и тут нету, я уже лет 10 на ней катаюсь, ей ничего не будет. Это нежная малышка, серф, а вот это ничего не будет. Вот. Трапеция. Да, она может там стать мягкой, но это долго оборудование. Гидрокостюм, если понять, если за этим все правильно ухаживает, долго живет. Если кайт бросить, там, не знаю, на солнце, гидрокостюм тоже на солнце, все в песке держать, ну, понимаете, все это будет умирать, а если все нежно делать, ну, знаете, потренировался, научился, купил, нормальный оборудование используешь, катаешься, ну, круто. Если не тренироваться, тренироваться самому и купить какую-то фигню, то будет такое. А, я уже подхожу к финишу, потому что… Чего ожидать после обучения и кто такие кайтеры? Мы едем в отпуск туда, где дует ветер. То бишь, у тебя уже в голове ты ветрозависимый, тебе нужно поехать туда, где ветер. Ты начинаешь, ты знаешь локации, ты уже в голове держишь так, где дует в сентябре, где ты будешь зимовать. Кайтеры мигрируют, как птички, вот они из Краснодарского края, там, в Азию уезжают, они так перемещаются. Вы будете тратить свободные деньги на снаряжение путешествия. Ну, сорян. Это все. Вы когда начнете, это как наркотик, вы будете постоянно что-то купить, что-то новое. Либо вы купили все, и вы захотите, так, хочу попробовать Маврики, хочу попробовать Камчатка, посеркать с видом на океан. С видом на горы. Вы становитесь терпелемы к неудобствам. Дикие места, песок, холод, вы станете попроще. Привыкайтесь не камни на ногах, это, если будете там прыгать, либо там удариться обо что-то, вода у вас будет нормально. Вы готовы будете лезть в любую воду, даже если какое-то болото, не знаю, подмосковное, лишь бы дуло. То бишь вы хотите кататься везде. Потом вы будете с друзьями мерить себе с той прыжка, когда вы научитесь прыгать. Прыжки очень клевые. На самом деле, когда вы начнете прыгать, это прям тоже разрыв башки. Вы будете ждать ветер. Бывает такое, что вы можете ждать его день, два недели, бывает такое. У вас будет загар под гидрокостюм. Тут беленькая, тут загар. Вы будете быстро собираться. Дует, вы побежали. И вы познакомитесь с очень много людьми, очень интересными. Очень. Это могут быть вообще люди с разных родов деятельности и увидите очень интересные места. Очень. Просто деревня Вьетнама, Дагестан, Калининград. На этой планете куча мест, здесь ветер. Ну дофига. Куча мест с интересным рельефом. И это очень круто. Ну и последнее. Уважение и экология. Когда вы занимаетесь экстремальными спортом, вы должны помогать друг дружке. Ну респект. Кому-то плохо? Помочь. Видишь, что новичок? Помочь. Понимает, что сейчас будет какое-то решение. Валера собрал неправильный кайт? Помочь. Что-то происходит на воде, человек потерял доску? Помочь. Уважение и респект. Нет такого, что вы уже кайтер и экология. Все хотят приехать куда-то, чтобы было что? Чисто, да. А нет, что вот так вы по пакетам ходите и потом поднимаете кайты на стопах. Ну такое. Если вы приехали на пляж и видите, что мусор, было бы клево, чтобы вы его собрали. Мы так делаем, почему бы нет? Либо будет вот так. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин